Здравствуйте! Новости 24 на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Я и мои коллеги расскажем о последних событиях в республике. Работы ведутся в круглосуточном режиме и близятся к завершению. Специалисты Минобороны России продолжают строительство многофункционального медцентра. Бытовая техника уже непригодна, а лампа дает тусклый свет. Представители ОНФ встретились с жителями микрорайона Загорода, испытывающих проблемы с электроснабжением. Подробности встречи и то, к чему в итоге пришли, сегодня в выпуске. Теперь можно подать заявление для поступления в ВУЗы, не выходя из дома, в электронной форме или через специальный онлайн-сервис. О новшестве уже сообщает ряд федеральных СМИ. Главврачи дагестанских больниц получат премии. С такой инициативой выступил глава республики Владимир Васильев. Ранее главврачи не могли получить никаких выплат, связанных с лечением ковид-инфицированных больных, так как не попадали в соответствующие списки. Теперь же выплатами также будут обеспечены и главные врачи дагестанских стационаров. Деньги на это выделены из дополнительных доходов бюджета республики. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России продолжают строительство многофункционального медицинского центра. На сегодняшний день работают на этапе завершения. Здание уже возведено, а на кровле появилась надпись «Армия России жителям Дагестана». Работы ведутся в круглосуточном режиме. Ежедневно в процессе строительства больницы задействовано 400 рабочих и 50 единиц спецтехники. Медцентр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами. Больница займет 5250 квадратных метров. Подобные медцентры появятся в трех зонах республики. Строительство завершают в Дербенте, Каспийске и Хасавиртовском районе. Уже к концу июня предполагается сдача объектов. Изношенные сети, низкое напряжение и старые трансформаторы. Жители микрорайона Загородный в Махачкале вот уже десяток лет не могут решить проблемы с электроснабжением. Наша съемочная бригада с представителями Общероссийского народного фронта накануне выехала на место и попыталась выяснить, почему вопрос так долго игнорируется. Слово Патимат Ханаповой. Более 35 лет мы здесь живем. Государство абсолютно ноль, ничего не обращают. Мы сами ставим. Видите, все сгнили уже лет 40 им этим столбам. Микрорайон Загородный буквально превратился в темное царство. Жители уже несколько лет живут с тусклыми лампочками и еле работающей бытовой техникой. Вино всему слабое напряжение в сети. По вечерам оно едва доходит до 140 вольт. Вечером, днем стиральные машины не работают. Ничего не работают. А вы за электричество платите? Вот и мы покажем документы, питанцы, все. Бесполезно, ничего не действует. А у вас часто отключают свет? Расскажите, какие проблемы возникают с того, что... Месяц, наверное, 20, наверное, минимум. Вот так. По 4-5 часов не бывает свет. Особенно, когда прохладно. Администрация поселка поясняет. Старые сети оказались не готовы к возрастающей нагрузке. Население увеличивается. Если 20 лет назад здесь проживало более 100 семей, то теперь население микрорайона превысило отметку в 2,5 тысяч жителей. Имеется решение суда. Нам что нужно? Нам нужно поставить трансформатор 630 мощности и установить длину электропередачи 80 столбов. Ну, над этим работают. Ее, наверное, и давно сделали бы. Все проблемы с финансовым затруднением города. Сумма где-то около 8 миллионов 300. Что все исправить? Да, да. Все это положение исправить. 8 миллионов 300 тысяч. Это на 10 миллионов. Жители администрации поселка пытаются добиться решения проблемы уже 17 лет. Три года назад даже выиграли с суда. Однако обращения в разные инстанции пока ни к чему не привели. Но представители Россети отмечают, что с 1 июля линии начнут переводить на баланс компании. Которые на нашем балансе абоненты. Мы их обслуживаем. 150 метров у нас есть вот здесь. Мы их обслуживаем. И у них 220 тоже есть. Все нормально у них. А вот это, которые бесходные сети. Вот сейчас здесь у нас общие. Мы хотим его полностью на свой баланс взять. И вот тогда, когда папухкатерия у нас будет идти, когда она будет на нашем балансе, мы будем точно в наших силах делать, чтобы у них было это все. Решение, казалось бы, найдено. Но будет ли оно реализовано, это совсем другая история. В свою очередь, представители Общероссийского народного фронта обещают контролировать процесс. Нам очень интересно, как повелась себя прокуратура, так как они, жильцы говорят, что обращались по неисполнению и в прокуратуру. Прокуратура, так же говоря, занимается отписками. Нам очень интересно, на каком основании и как они мотивировали свой отказ в возбуждении уголовного дела в отношении исполнительного производства. По теме от Ханабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В селе Гурбуке Карабахенского района на землях сельхозназначения выявлена стихийная свалка площадью полгектара. Ее обнаружили специалисты Россельхознадзора республики. Годом ранее эту же свалку силами местных властей и жителей села удалось ликвидировать. Однако сброс отходов возобновился. Это наносит значительный урон плодородному слою почвы и делает землю непригодной для ведения сельскохозяйственных работ. На администрацию села Гурбуки возбуждено административное производство. По итогам проведенных мероприятий в отношении администрации селения Гурбуки в 18 июне текущего года возбуждено административное производство. В ближайшее время нарушителей будет приглашение в управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер и составления протокола. Абитуриенты смогут подать заявление для поступления в ВУЗы онлайн. Об этом сообщает ряд федеральных СМИ. Подать заявление в ВУЗ можно будет в электронной форме или через специальный онлайн-сервис. Для этого необходимо просто отсканировать документы. Кроме того, документы можно отправить письмом или принести лично. Принимать заявление в высшие учебные заведения будут до получения всех результатов ЕГЭ. Зачисления планируется провести в два этапа в августе. Накануне в Дагестанском гуманитарном институте прошел семинар в режиме онлайн-конференции, посвященный разъяснению требований законодательства России к деятельности духовных образовательных организаций. В его работе приняли участие замминистра по национальной политике и делам религии Республики Мурат Шафиев, представители Минобранауки и прокуратуры. Они обратили внимание на некоторые недочеты, а именно говорили о том, что необходимо исправить в работе религиозных образовательных учреждений. Проректор ДГИ, в свою очередь, отметил, что одна из задач департамента – быть звеном между органами государственной власти и религиозными образовательными организациями. Мы совместно со всеми нашими образовательными организациями будем поэтапно, пошагово идти к той намеченной цели, чтобы вывести на уровень всей нашей организации. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»